Огонь и ряженый на избирательных участках. Смогла ли Россия преодолеть фактор Путина? И что дальше? Помакронили. Тайные встречи, дипломатические реверансы и веймарский треугольник. Сможет ли Европа достать из карманов кулаки, когда слова уже не помогают? Ядерная зима и бал Сатаны. Что происходит на Запорожской АЭС и насколько вероятно глобальная катастрофа? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. Я анализирую факты и события, ну а вы делайте выводы. В общем, смотрите сами. Будут или не будут французские войска или немецкие таурусы? Пока на Капитолийском холме в Вашингтоне вопрос выделения помощи Украине тихо дремлет в роще политических перипетий, российские войска активизировались на украинском фронте, ну а украинские города продолжают страдать от российских ракетных ударов. Пятница, 15 марта, стала особенно черным днем в истории российско-украинской войны для жителей Одессы. Российские ракеты упали в частном секторе города, причинив пожары и разрушения. Пострадали местные жители, к ним на помощь, кинулись спасательные службы, но в этот момент вторая порция эскандеров ударила ровно в то же самое место. Десятки раненых и погибших. Не то чтобы это событие изменило характер войны, российские войска и до этого не слишком заботились о соблюдении правил этой самой войны, хотя, собственно, войну-то никто и не объявлял. Путин усердно рассказывает о какой-то спецоперации. От российских ракетных ударов ежедневно страдают Харьков, Днепр и другие украинские города. Но война все равно изменилась. Аналитики вам расскажут, что, мол, и обороняющиеся, и наступающие перешли от маршей и рейдов к позиционной, менее мобильной войне, ну и будут правы. Правда, кроме этих очевидных изменений есть и, на первый взгляд, невидимые. Если вы, к примеру, в Польше или Латвии, вам может показаться, что война где-то далеко в Украине и никакого отношения к вам не имеет. Ну а Берлин или Париж вообще безопасная гавань. Но это совсем не так. И это начинают понимать и ощущать на Западе. Путин готовится воевать по-крупному. Об этом сообщали разные мировые издания. Об этом я вам рассказывал в нескольких предыдущих программах. Может ли Путин напасть на НАТО? Короткий ответ – может. Международное издание «Бизнес-инсайдер» пишет, что немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России. И в анализе содержится прогноз, основанный на секретном отчете военных, что Москва с 2026 года может напасть на территорию стран НАТО. На это указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений. То есть смотрите сами. Украина более чем в три раза меньше по количеству населения, чем Россия. И сейчас российское производство скользит по военным рельсам. Россия производит амуниции больше, чем ЕС и США вместе взятые. Зачем? За пять лет Россия может не без проблем, конечно, удвоить свой военный потенциал и тогда замахнуться на НАТО. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего этого, не понимают что ли? Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Столько, сколько нужно. Слова, которые мы сто тысяч раз слышали от европейцев. Столько, сколько нужно, будем с Украиной. Но дело уже давно не в ней, не в Украине. У Путина намного большие аппетиты. Откусить, что может, и это публично он называет строительством того самого многополярного мира, который уже соорудил в своем диктаторском сознании. Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. 26 февраля Макрон проводит украинский саммит в Париже, где, среди прочего, впервые публично прозвучит идея отправки западных войск на территорию Украины. «Не исключаю», – сказал тогда Макрон. И тут понеслось. Отношения заметно напряглись с соседней Германией, которая раньше вместе с Францией слала не шибко дерзкой в отношении России страной. Тут не все однозначно. Чуть позже объясню. Макрон говорил с Шольцем. Шольц отрицал идею Макрона. Министр обороны Франции переводил прессе, что же на самом деле имел в виду Макрон. И тут телеинтервью, которое французский президент, как сам признался, дал не от большого желания, а необходимости ради. «Война идет на европейской земле. Между Страсбургом и Львовом менее полторы тысячи километров. Представьте, в этой стране война. Так что это не вымысел, и это совсем недалеко от нас. Все эти варианты возможны. Ответственность будет нести только кремлевский режим, а не мы. Мы никогда не пойдем в наступление и не возьмем на себя инициативу. Франция – сила мира. Но сегодня, чтобы в Украине был мир, нельзя быть слабым». «Нельзя быть слабым», – говорит Макрон, добавляя, что Украина должна победить. Французский лидер также объясняет, какую угрозу и опасность несет Россия для всей Европы. Не только для ценности и мировоззрения, а в принципе для дальнейшего существования европейской цивилизации. То есть он подтверждает то, что я сказал в самом начале. Эта война не про Украину. Пока одесские спасатели разбирали завалы от кровавого ракетного удара, пока жители Днепра в очередной раз прятались в подвалах, пока Донбасс продолжал истекать кровью, европейские лидеры пытались убедить друг друга, насколько все это их дело. Насколько глубоко можно не вмешиваться в российскую войну. 15 марта в Берлине Макрон встречается с Шольцем. Им есть о чем поговорить. И в этот момент важно вспомнить о ракетах дальнего радиуса действия. Таурус. Германия это вроде их вот-вот уже даст Украине, то не даст. Бундестаг проваливал голосование по этому болезненному для Украины вопросу уже 4 раза минимум. И ракеты пока не покидают немецкие склады. В чем же причина? Ну а причина это те самые западные войска на территории Украины. Шольц предлагает титанические усилия, чтобы Германия оставалась в стороне. На одной из закрытых встреч он признался, что Таурусы не поставляют Украине именно потому, что их должны будут сопровождать немецкие военные. Нет, дело не в сложности использования. Украинцы уже давно доказали, что способны овладеть любым западным оружием. Одна из самых сложных систем ПВО, американский Патриот, успешно используется вооруженными силами страны. Так зачем же немецкие военные в Украине вместе с Таурусами? Привет о российской пропаганде. Пропаганда – это как в религии сатана. Она сеет зерно сомнения, и самые важные политические решения остаются непринятыми. Контроль за использованием и дистрибуцией. Немцы боятся отдать ракеты под честное слово Украины, которая уже 11-й к ряду год борется с российской агрессией. Теперь понимаете глубину непонимания между Макроном и Шольцем? Шольц дует на холодное, блокируя поставки таких необходимых ракет, а Макрон в этот час козыряет отправкой войск в зону конфликта. Итак, встреча в Берлине. Главы Франции и Германии, понятное дело, встречаются за закрытыми дверями. Никаких подробностей. Позже к ним присоединится и польский премьер Дональд Туск. Таким образом, де-факто возрождается работа того самого Веймарского треугольника. Для тех, кто не знает, Веймарский треугольник – это такой трехсторонний формат сотрудничества между Польшей, Германией и Францией, заложенный еще в 1991 году. Предыдущий такой саммит состоялся 8 февраля 2022 года перед самым началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этом треугольнике три государства определяют общую позицию в отношении других стран. Например, в 2011 году Меркель и Саркази буквально уговаривали тогдашнего польского президента Бронислава Комаровского сильнее дружить с Россией. Если вы вдруг забыли, то Бронислав Комаровский вступил в конституционные обязанности президента страны после того, как в Смоленской области таинственным образом разбился польский правительственный борт, на котором в том числе был избранный президент Польши Лех Качинский. И почти все высшее военное командование Польши. И если вы вдруг совсем забыли, то поляки через многие годы все же установили, что причиной падения самолета были совсем не высокая скорость и низкая видимость, а взрывы внутри того самого борта. Несет ли Россия угрозу странам НАТО? Тот самый знаменитый пятый параграф о коллективной обороне был применен Альянсом за всю его историю один лишь раз, 11 сентября после теракта в Соединенных Штатах. А вот убийство целого президента так никого и не убедило, что Россия идет совсем не мирным путем. Как и бесконечно падающие российские дроны и ракеты на территории, к примеру, Румынии, тоже не убеждают НАТО в том, что пора на это как-то уже отвечать. Все боятся фактора эскалации. Того самого фактора эскалации, о котором не перестает говорить немецкий канцлер Олаф Шольц уже в нынешнее время. Итак, совместная пресс-конференция Шольца, Макрона и Туска. Что услышит европейский народ? Как это поймут украинцы? И какие выводы сделает Путин? Смотрите сами. Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы ясно дали это понять с самого начала. И так будет столько, сколько потребуется. Ясно одно – мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не воюем с Россией. Нашей общей целью является и остается обеспечение того, чтобы Украина могла эффективно защитить себя от российской агрессии. Мы не воюем с Россией, говорит Шольц. Но это не означает, что Россия не воюет с ними. Россия умело пользуется тем, что на первый взгляд кажется нерешительностью Запада, а на самом деле тем, что западные страны пытаются играть по правилам. Для Путина никаких правил давно не существует. Макрон в итоге дал интервью и украинским журналистам. В Украине французского президента то любят, то ненавидят. Все зависит от того, хочет ли он посмотреть в глаза Путину, не унижать Россию или все же готов действовать. Пока Макрон готов действовать на словах. Но тут есть и свои «но». Их, конечно, достаточно много. Первое и самое главное – сама Украина никогда не просила западные страны ввести свои войска. Киев последовательно убеждал партнеров, что для победы над Россией и Украиной нужно оружие, боеприпасы и технологии. И даже с этим пока не получается. В Вашингтоне республиканцы не торопятся. В их интересах оттянуть поставки военной помощи до выборов. А там будут действовать по ситуации. Не стоит забывать, что значительная часть республиканцев далеко не фанаты Путина и его действий против Украины. Ну и пока Штаты буксуют, европейские страны стараются нарастить инициативу со своей стороны. Очень часто заявления политиков как бы похожи на игру в плохого и хорошего. «Нужно больше помогать Украине», – говорит Макрон, – «и уже как бы хороший». «Это не наша война», – говорит Шольц, – «и уже как бы плохой». Но мыслить категориями «плохой» и «хороший» в политике бессмысленно. Если посмотреть правде в глаза, то по количеству оказаны помощи Германия – лидер в Европе, а Франция тихо ютится во втором десятке. Конечно, Макрону хочется предстать перед международным сообществом эдаким рыцарем на белом коне. Ну а вы как думаете, насколько Путину удается запугать западные страны? Что будет дальше? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Ваши мысли действительно важны. Включайтесь в дискуссию. Ну а в следующем блоке смотрите сами, с кем танцует сатана и насколько близок мир теперь к ядерной катастрофе. «Бал у сатаны» – одна из центральных сцен в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита», если помните, это также и новый российский художественный фильм, который вышел в прокат в конце января. Получил восторженные отзывы критиков и освистывание пропагандистов из-за антивоенной позиции актеров, исполняющих главные роли. Но я сейчас не о российском искусстве. Я сейчас о том, что происходит в России и к чему это может привести. Доносы, глупое преследование, абсурдная идеология и массовое поглощение всего этого российским обществом. Парадокс заключается в том, что несмотря на боязнь попасть на фронт и умереть, несмотря на непонятные цели путинской войны, несмотря на весь этот мрак, который случился с Россией после начала полномасштабного вторжения, большинство ее граждан так или иначе активно или пассивно поддерживают агрессию против Украины. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. И все же, при чем здесь сатана? Просто Путин давеча дал интервью Дмитрию Киселеву. Да, тому самому. В радиоактивный пепел. И вот в этом интервью Путин сказал вот что. Смотрите сами. Мы действительно готовы к ядерной войне. Но с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Да, таких триад только вот у нас, да, американцы, на самом деле. Сегодня в составе ядерной триады России 46 тяжелых ракет «Сатана», тех самых, ключевую роль в разработке которых, по иронии судьбы, принимало Украинское конструкторское бюро «Южное». Ракетами «Сатана» Советский Союз пугал весь мир во времена Холодной войны. Сегодня ими сотрясает воздух Путин. Россия технически готова к ядерной войне. Эти слова взбудоражили всех без исключения в мире. Оттого, вероятно, Шольц и повторил тысячу раз мантру о том, что Германия участие в войне против российской агрессии не принимает. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, полетел в Японию, где, собственно, и услышал очередной ядерный шантаж Путина. МАГАТЭ, напомню, это организация, которая следит за радиационной безопасностью во всем мире. И, конечно, Гросси на слова Путина отреагировал. Я, конечно, надеюсь. Мне кажется, что мы не видим в настоящий момент условий для применения ядерного оружия, если мы имеем в виду войну в Украине, по крайней мере, на данный момент. Гросси не видит причин для применения ядерного оружия в войне против Украины. Ничего себе заявка. Гросси, кстати, частый гость Запорожской атомной станции, которую оккупировала российская армия и теперь использует как ядерный щит. Ситуация на ЗАЭС в городе Энергодар очень сильно беспокоит и Гросси лично, и международное сообщество в целом. Конечно, если самая большая станция в Европе рванет, то мало не покажется никому, и путинские ракеты Сатана уже, в принципе, могут не танцевать на этом балу. Итак, работа Гросси, как и остальных инспекторов МАГАТЭ, следить за ситуацией в Украине в том числе. Вот февральские кадры. Глава МАГАТЭ прибывает на место. И вот какую оценку он тогда дал. Смотрите сами. Мы пытаемся стабилизировать ситуацию. Мы видели, например, что с тех пор, как я посетил Совет Безопасности в мае прошлого года и установил принцип предотвращения атак на атомную электростанцию или милитаризации атомной электростанции, они начали работать. Конечно, мы говорим это с огромной осторожностью, потому что всякое может случиться, но мы видим тенденцию, как обе стороны следуют тому, что говорит МАГАТЭ. И это то, что мы хотим видеть. Российские пропагандисты любят показывать всему миру, как оккупационные группировки России заботятся об экспертах международной организации. Вот фрагмент совсем свежего сюжета телеканала «Звезда», принадлежащего Минобороны России. Минобороны России А еще зрителю любят показывать воронки от обстрелов. Это прямая цитата укронацистов. Обстреливает, мол, украинская армия ЗАЭС, чтобы спровоцировать ядерную катастрофу в мире. Вот вы видите ямку эту. На днях состоялась ротация миссии МАГАТЭ, очередная, 17-я. И сейчас мы с вами наблюдаем прилет боевого дрона. Украинские власти и военное руководство неоднократно заявляли, что в самой станции дислоцируются захватнические войска. В Москве это понятное дело, как могли опровергали. Пока в сеть не попали вот эти кадры. Смотрите сами. БТР-80, военные Уралы и КАМАЗы с символикой ЗЭТ. Все это опубликовали, между прочим, сами россияне. Кроме того, помещение энергоблока стало теперь еще и спортзалом. Что это? Законная цель или ядерный заслон? Я не могу пока сказать, когда именно снято это видео и видели ли всю эту картину международные инспекторы. Могу сказать только, что в МАГАТЭ неоднократно заявляли, что им не дают полного доступа ко всем помещениям станции. Так что выводы делать, конечно, только вам. Гросси на встрече с Путиным назвал ситуацию с ядерной физической безопасностью ЗАЭС шаткой и призвал к максимальной военной сдержанности. Интересно, что 8 марта Совет управляющих МАГАТЭ, а это один из двух руководящих органов организации, проголосовал за резолюцию, представленную Украиной, с жесткими формулировками в адрес России и требованием вывода войск со станции. ЗАЭС проголосовали 20 государств. Это минус 6 по сравнению с предыдущими случаями. 12 тогда продержались, их число увеличилось вдвое. Ну, понятное дело, Россия и Китай проголосовали против, что, конечно же, несказанно обрадовало Кремль. Ядерное топливо, которое сейчас используется в шести активных реакторах ЗАЭС, вот глобальная проблема. Как его заменить? Срок эксплуатации вот-вот закончится. Кто это сделает? Куда его вывести и, собственно, где хранить? Вопросы, которые пока остаются без ответа. Да и сама станция в ходе боевых действий часто остается обесточенной. Пока тема Запорожской атомной станции остается неудобным предметом обсуждения во всем мире. Российский военный контроль над этим стратегическим объектом дает Путину огромный козырь в этой войне. С одной стороны. А с другой это все вообще ставит под вопрос будущее атомной энергетики. А вы что думаете, можно ли деоккупировать этот самый большой стратегический объект в Европе? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Ну а в следующем блоке смотрите сами. Наступил ли полдень против Путина? Что будет после выборов без выбора? И куда катится этот мир? Переизбрание Путина в России. Ну вы уже поняли, что я был прав, когда говорил, что Путин для России неизлечима хроническая болезнь. Выборы без выбора состояли. Сюрпризов не случилось. И что же теперь? Почему это должно волновать всю остальную планету? Путин классический диктатор-клептократ. Он ворует. Ворует деньги, ворует власть, бессовестно крадет свободу своих же граждан, ворует стиральные машины в буче, ворует суверенные территории своих соседей, крадет промышленными глобальными масштабами и глазом не моргнет. Глобальная политика – это как игра в покер. Сильнее не тот, у кого на руках более сильный расклад, а тот, у кого лицо не выдает напряжение. Конечно, деколитры боток, совлитые в лицо российского президента, вряд ли когда-либо позволят хоть каким-то эмоциям появиться на нем. Но при этом у него реально есть несколько козырей в рукаве, и способность отбросить к черту любые правила – это один из них. Запад долгое время надеялся на оппозицию в России. Все ждали политической весны и почти хрущевской оттепели, делая ставки на заключенного в тюрьму Навального. Что ж, теперь Навальный убит. Это была практически показательная казнь. Ваккурат перед так называемыми выборами, как и послание к Федеральному собранию, показать всему миру, что карты в принципе можно уже и не открывать. Итак, трехдневный спектакль с долгой увертюрой под названием «Выборы президента Российской Федерации» и завершен. Это событие заслуживает внимания не с точки зрения сегодня, а с точки зрения завтра и послезавтра. От того, что будет происходить в России в следующие годы, зависит судьба всего мира. Россия – самая большая страна на планете с огромным ядерным потенциалом и глобальными амбициями. Но давайте обо всем по порядку. Перед этими так называемыми выборами и после смерти Алексея Навального российская оппозиция объявила о намерениях продемонстрировать их нелегитимность и абсурдность. Во всей стране и на избирательных участках за ее пределами противники режима Путина пытались сорвать эти выборы. Акцию назвали «Полдень против Путина». Выборы проходили весело, иногда с ряжеными. Вот, смотрите сами. Где тут можно голос за правителя нового оставить? Должен прийти и проголосовать. Мира вам, добрые люди! Ну а иногда под звуки воздушной тревоги и взрывов, как в приграничных с украинским фронтом городах. Понятно, что в России теперь десятки, если не сотни уголовных дел против тех, кто пытался продемонстрировать абсурдность этого спектакля. Понятно, что задержания и аресты. Но что же дальше? Этим вопросом задаются многие аналитики и обозреватели по всему миру. Влиятельное издание «Политика» опубликовало материал, в котором рассматривает возможные сценарии, что же произойдет теперь в России после того, как действо состоялось. Этих сценариев, по мнению автора аналитической статьи Кейси Митчелла, пять. Первый называется «Цветы демократии». И вероятность его реализации от 5 до 10%. Почему эти цветы могут зацвести? Тут нужно детально изучить историю. Как показали антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года по всей Восточной Европе, тоталитарные режимы могут покоиться на забучем песке и быстро рухнуть перед лицом демократических движений. Катастрофические решения Путина в Украине уже привели к непредвиденным последствиям, которые будут только способствовать росту недовольства и интереса к потенциальным альтернативам, включая полноценную демократию. Тут, если я позволю собственный прогноз, и, увы, я даю этому сценарию шанс менее 5%. В России свободы нет даже на бытовом уровне, что уже говорить об уровне общеполитическом. Помните голову вечеринку у Насти Ивлеевой? Помните, что было потом? Правильно. Лолита плакала и мыла полы. Ребят, все нормально. Жизнь есть жизнь. Кто-то спрашивает, чем я сейчас буду заниматься. Ну, вот видите, чем. Сейчас полы в квартире буду мыть, потому что не мыло месяца два. И кругом грязища, пылища. Киркоров вошел не в ту дверь. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Ну, собственно, плакала и сама хозяйка вечеринки, а потом рассказывала в соцсетях о том, как внимательно слушала послания Путина к федеральному собранию, внимала инициативам президента России и собиралась голосовать за их реализацию. В день выборов Ивлеева запостила фото с именно той правильной дверью. А помните, Ивлеева когда-то давала интервью Дудю, и между обсуждением дорогих клубов и собственных зубов также высказывалась и о самом Путине. Что ж, сегодня все иначе, поэтому цветы демократии сценарий, как по мне, маловероятный. Да и политика дает ему наименьший шанс на выживание. Этот сценарий могли бы реализовать солдатские матери и жены, а не могли бы раскачать российский протестный дух. Но я в это не верю. Митчелл пишет, что если этот сценарий действительно реализуется, Западу необходимо вернуться к старому доброму стратегическому принципу «доверяй, но проверяй». Мол, не стоит слишком восторгаться демократическими перспективами России. Эту ошибку слишком многие на Западе уже совершили в 90-е годы. России нужно будет доходчиво объяснить, что санкции будут сняты, но только в обмен на конкретные реформы и судебное преследование чиновников путинского режима. А при этом, мол, продолжайте налаживать отношения с соседями и бывшими колониями, такими как Молдова и Армения, к примеру. Более вероятно, но все же маловероятно, что в итоге Россия распадется. Такое развитие событий в рейтинге вероятности политика на втором месте. Шансы от 10 до 15%. Как это может случиться? Если звучит уж слишком фантастически. На фоне разрушительного военного конфликта, когда сотни тысяч военных уже погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово выходят на протесты и свергают стареющий и дряхлеющий режим. В стране активизуются давно затаенные претензии и разочарования. И нация, якобы объединенная под твердой рукой Москвы, внезапно раскалывается по национальному признаку. Такое уже, между прочим, было в России в конце 1910-х, начале 1920-х годов, когда в результате краха царизма Российская империя распалась на части. Ну а народы и государства по всей Восточной Европе, на Кавказе, Центральной Азии провозгласили независимость. Правда, только для того, чтобы большинство из них в конечном счете было поглощено поднимающимся советским режимом. Ну и, собственно, похожим образом распадалась и в итоге Советская империя. Россия – это конгломерат из 21 республики, десятка в областей и еще большего числа национальностей с бесчисленными претензиями к Москве. Чем дольше продолжается военный конфликт и чем больше этих колонизованных меньшинств бросают в путинскую мясорубку, убивая их гораздо чаще, чем этнических русских, тем больше вероятность такого сценария. Ну и вы же все понимаете, что оккупированные в Украине территории тоже не до конца под контролем. Даже сейчас, когда на этих территориях такое количество российских солдат и спецслужб, там действуют партизанские группы и движения. Россию на самом деле никто не ждал, а удерживать такие огромные группировки в одном месте всегда просто невозможно. Ну а что же в случае этого сценария делать Западу? Запад при этом должен опираться на тех, кто успешно обеспечивал сохранность ядерного арсенала Советского Союза во время его распада и убедиться, что их опыт будет использован еще раз. И он должен подготовиться к территориальной реорганизации Российской Федерации, страны, которая все еще отказывается признать свое собственное колониальное наследие. Сценарий номер три возможен с вероятностью до 20%. Это восстание националистов. Поразительно, да, что ему отдают больше шансов, нежели победе демократии в России. Почему? Да потому что помните, что год назад сделал, наверное, усопший ныне Пригожин? А вот что делать стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, а кажется, что этот дедушка законченный му**к. Кто бы мог подумать, что отряды наемников под руководством пламенного националиста могут чуть ли не маршем пойти на Москву, заставив российских чиновников бежать из города. Не то, чтобы этого не происходило раньше. Корниловский мятеж в 1917 году и неудавшийся путь в 1991 показали, как потенциально может выглядеть подобный шаг. Но при Путине идея, что русские националисты могут объединиться и взять Москву штурмом, долгое время казалась смехотворной. Самое главное, что тогда произошло и что показало все бреши в режиме Путина. Пригожинская группировка добралась до Москвы, практически не встретив сопротивления. Другое дело, что сам повар Путина спасовал. Да, собственно, как он неоднократно говорил, он и не преследовал цели захватить власть, а если бы это и случилось, было ли бы это на пользу всему миру. Смотрите сами. Этот сценарий также маловероятен потому еще, что по мере затягивания военного конфликта Путин становится все более националистичным и все более склоняется к откровенному фашизму. Значит, лучшая в мире страна – это Россия. Обходить президента России справа будет все сложнее, особенно если он продолжит погружаться в мир националистических заговоров. С вероятностью до 25% в России может произойти технократическая перезагрузка, пишет политика. Прошло два года с момента начала полномасштабного конфликта в Украине, и последствия для России уже очевидны и ощутимы. Эти последствия, будь то экономические проблемы или рост числа погибших, будут продолжать накапливаться. Именно поэтому идея, что ближний круг кремлевских чиновников встретится с Путиным и по-доброму сообщит ему, что они ценят все его заслуги и желают удачи на пенсии. Повторение ситуации с отстранением Никиты Хрущева в 1964 году – это сценарий, вероятность которого со временем только возрастает. Бескромный переворот такой. Новое правительство все же не обязательно будет демократическим, но его возглавят небольшое число представителей, обученных на Западе технократических элит, которые начнут говорить многое из того, что так любят слышать западные чиновники и бизнесмены, жаждущие вернуться к некому статусу-кво антебелум, то есть до начала полномасштабной войны. Но когда, говоря о России, кто-то упоминает технократическую революцию или перезагрузку, мне почему-то вспоминается робот Дуняша, которую, напомню, в 2022 году показали посетителям Петербургского международного экономического форума. Такой милый друг. Приходи еще. Спасибо тебе. Вы ведь у нас впервые счастлива встретиться с таким приятным человеком. Я Донна, но мне больше нравится Дуняша. А как вас зовут? Виктория. Для такого интересного мужчины у меня есть отличное мороженое и аромат на коже. Спасибо, Дуняша. Дуняша тогда зависла. На заученных фразах, как очевидно, зависнут и российские технократы, когда придет время приводить в жизнь проекты и менять Россию. Российские прогрессивные слои, конечно же, возложат большую часть вины на Путина, обещая возвращение к нормальному положению дел. Они могут пойти настолько далеко, что даже освободят некоторых политических заключенных и оппозиционных политиков или даже отменят объявленные в 2022 году аннексии на востоке Украины. Ну, кроме, понятное дело, Крыма, он же, как мы помним, не бутерброд. Ну и самый вероятный сценарий, по мнению, напомню, издание «Политика», что Путин будет жить долго и счастливо. Тут прямо вероятность 50 на 50. Я даже вернусь к тому, с чего начал. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Почему это может произойти? Потому что это всегда было самым вероятным сценарием. Если не случится непредвиденных событий, ну, Путин тоже всего лишь человек, он может заболеть, в конце концов, и неожиданно скончаться. Ему-то сейчас всего 71. И с его уровнем жизни и медицинского обслуживания с ним вряд ли что-то произойдет в ближайшие 6 лет. Поэтому Путин может рассматривать свой новый президентский срок как то, что он, скорее всего, отработает полностью, а, возможно, даже и намного дольше. Уже сегодня в России целое поколение взрослых людей, которые даже еще будучи эмбрионами, не знали другого президента, кроме Путина. Что тут еще прогнозировать? Россия не привыкла жить иначе. Население страны привыкло к имперской нищете, когда нет тепла в домах, но есть амбиции занимать первое место в мире. Всем известная ракета «Сармат». С той стороны у нее еще идет и надпись «На Вашингтон». Почему она здесь появилась? Я думаю, потому что народу важно донести до окружающих информацию о том, что главным врагом на сегодняшний день для России являются Соединенные Штаты и НАТО. Тут западным странам пора признать, что пока Путин остается у власти, неспровоцированная война против Украины будет продолжаться. И угрозы более масштабных военных действий тоже не за горами. Запад должен использовать все возможные средства, чтобы заставить россиян, как те, кто находится в Кремле, так и широкие слои населения, осознать, насколько лучше будет им и всем остальным, когда Путин перестанет быть у власти. Ну а вы что думаете? Как будет жить Россия теперь? И что это будет означать для всего остального мира? Обязательно пишите комментарии, если смотрите этот выпуск на Ютубе или в социальных сетях. Мне интересно знать, что вы думаете. Ну вот, на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа «Смотрите сами». Надеюсь, вам было интересно. С нетерпением жду. Новые встречи на следующей неделе. Новые встречи на следующей неделе.